всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодняшний рецепт однозначно порадует многочисленную армию поклонников мультиварок правда у меня мультиварки нет поэтому буду выкручиваться используя сувид стик рецептуру подсмотрел своего товарища павла колбаскина ну магазин ем колбаски слышали правда решила немножечко творчески развить речь пойдет о горнях индейки приготовляемых в традициях slow cook то есть при низкой температуре в течение длительного времени и так ретроспективы 1 всем привет из прошлого сейчас я засолю голени индейки все очень просто смотрите это у меня голени смотрите какие волосатые ну сейчас я их опалю их чуть чуть меньше килограмма здесь я старательно заблаговременно отвесил соль и сахар приготовил шприц буду обкалывать ну или приготовление рассола вот у меня водичка тоже отмеренное количество давайте сначала смешаем все сначала сахар соль у меня смотрите какая крупная такую растворять придется очень долго поэтому сначала я ее разотру в ступке так ну пусть до конца все растворяется я пока опалю ножки для этого использую такую газовую горелку все а теперь нужно обколоть ножки рассолом коротко для тех кто не успевает щелкнуть и прочитать на экране на рассол загоняется за расчета 10 процентов от массы ножек в рассоле содержание соли и сахара прочитаете для простоты 20 грамм соли на килограмм и 5 грамм сахара на килограмм поехали все перестается переложить ноги в посудину и оставить на просаливание на 24 на 48 часов максимум можно и пленочка закрыть в холодильнике просаливается да и никаких пряностей пока не кладем пряности положим непосредственно перед погружением сувит и сейчас положить пряности очень высока вероятность что мясо закиснет потому что пряности у нас далеко не всегда идеально чистые встречаемся завтра еще один привет из прошлого и так ножки идейки просолились сейчас нужно их завакуумировать но предварительно добавить пряностей сначала масло растительное как вы знаете все ароматические вещества по крайней подавляющей из них большинство жирорастворимы поэтому масло позволит более равномерно их обработать так теперь гранулированный чеснок и черный перец теперь нужно равномерно их смазать масло позволит ароматическим веществам чеснока и перца более равномерно распространиться по мясу какие конкретно пряности вы будете использовать дело ваше все на ваш вкус маленький лайфхак для тех кто также как я крайне редко пользуются вакууматорами если вакууматор такой же бытовой то при вытягивании воздуха зачастую тянет за собой влагу увлажненные поверхности пакета плохо склеиваются мне подсказали если проложить вот так вот салфетку то она впитает себя влагу и склеится гораздо лучше все готово все теперь термообработка в свой виде а если у кого-то есть мультиварка вы счастливчики используется мультиварку гружаем включаем свет стик устанавливаем температуру 80 градусов вот 80 и включаем все термообработка будет проходить при 80 градусов 12 15 может даже 20 часов и не переживайте что если вы пропустите время его сутки там проболтаются эти ноги то что-то переварится это блюдо тушёночного типа ждем и того прошло почти 20 часов с момента начала варки и сейчас индейка готова и в принципе и уже сейчас можно есть но мне кажется это будет сродни поеданию тушенки из банки хотелось бы чего-то более нарядного как вот эти вот ножи нарядные самура супер 5 классный правда да так вот я хочу получить на поверхности голени яркую румяную очень вкусную остро-солено-сладкую корочку так что смешаю немного соевого соуса немного меда и немного зеленого табаско но в духовке моментально даст яркую кармельную корочку вас соевый с табаско придадут характера вообще если хотите что-нибудь подрумянить духовке быстро используйте сахара в любом виде конечно учитывайте что если обмажете сырой кусок мяса то к тому времени когда он внутри приготовиться снаружи скорее всего весь сахар сгорит до черна поэтому если готовите сырой кусок мяса то обмазывайте вот этими сладкими составами минут за 10 ну максимум за 15 до готовности ладно у меня в горе не готовы поэтому отправлю в духовку на 5 ну максимум 10 минут если есть режим конвекции включайте температуру 180 градусов и пока голень готовится очень быстро организую гарнир и соус соус будет зеленый петрушка мята лучше без черешков базилик можно с не мягкие чеснок все в чашу измельчителя сразу масло оливкового сюда так щедро сразу соли и лимонного сока один в жид соус готов а теперь также быстро овощи перец баклажан немного оливкового много соли и слегка подпалить на сухой сковородке совсем чуть-чуть перец так вообще сырой должен остаться с такими легкими подпаленными для аромата баклажан конечно можно чуть посильнее прижарить ну как то так голени уже зарумянились овощи готовы и соберу все быстренько на тарелку есть натюрморт а для тех кто не только смотрит но и готовит пока основные этапы готовки вот такая красотень не знаю как вам а мне так очень нравится голени после такой тепловой обработки примерно неделю могут в холодильнике полежать если вы конечно спрячете хорошо так что тут в результате смотрите какое нежное мясо и корочка появилась румяная так вкус отлично сочетание с одной стороны такая консистенция я сказал тушенки с другой стороны вот это вот солено-сладко-острая корочка мне это очень нравится так и дальше что же у нас тут еще еще у нас тут баклажанчик баклажанчик с обалденным соусом вот такой вот соус не нравится больше всего это вариация на тему сальса берде он одновременно и очень зеленый на вкус такой летний и мятный и кислота лимона присутствует и чеснок просто чудо и что особенно мне нравится то что он прекрасно подходит и к мясу и к рыбе и к овощам но и насчет овощей тоже надо сказать конечно так сладкий подпаленый перчик с небольшим количеством этого же соуса великолепная на мой взгляд на такое легкое блюдо единственное конечно этих самых голени нужно запасаться на неделю вперед потому что съедаются они очень быстро очень вкусно спасибо павлу за идею вам за компанию да если вы соберетесь обновлять свой парк ножей обязательно обратить внимание на самуру супер-5 да с ним достаточно много геморроя мокрым не оставишь нужно протирать насухо хранить сухом виде но друзья мои это это произведение искусства вот здесь самура произошла сам у себя это круто просто круто и напоминаю что супер 5 это 5 слойный сталь до полностью ручная работа не существует двух абсолютно одинаковых ножей спасибо за компакт промокод фреска вас ждет скидка спасибо за компанию всем пока